Всем привет! Вы снова на канале Доктор Лазарев. И сегодня я хотел бы порассуждать на такую очень популярную тему, связанную с мухоморами. Практически в каждом стриме, в соцсетях люди задают вопрос, связанный с микродозингом мухомора, в целом с мухомором. И поскольку информация на эту тему крайне противоречивая, я сегодня хотел бы немного об этом поговорить. Но сразу предупреждаю, что не выражаю какой-то одной позиции, не советую или запрещаю кому-то. Хотел бы скорее изучить эту тему с разных сторон. Вообще мухомор используется в традиционных обрядах, в шаманских ритуалах на протяжении тысячелетий. Если углубиться в историю, есть разные теории. Одна из них говорит, что шаманы, например, Южной Америки попали туда через Берингию из Сибири. То есть этим практикам многие тысячи лет, считается 10-15 тысяч лет назад появился шаманизм. И вот точных сроков, естественно, никто не знает. И по одной из версий, сибирские шаманы использовали мухоморы в своих обрядах, ритуалах. И потом, перейдя в Северную, в Южную Америку, они уже стали использовать пиот, псилоцибин и в Южной Америке айваску. Ну, это одна из теорий. Суть ее в том, что галлюциногены используются в разных культурах на протяжении тысячелетий в различных ритуалах. Ну, в первую очередь, в обрядах перехода. Что такое обряды перехода или обряды инициации? Это переходы из какого-то одного состояния, например, из мальчика в мужчину, рождение ребенка, свадьба. Или какие-то, например, обряды, связанные со сбором урожая и так далее. Роды у женщины. И все эти обряды, переходы одного состояния в другое, сопровождаются использованием чаще всего тех или иных психоактивных веществ. И в разных культурах, в разных странах, разные вещества. В Индии каннабиноиды как минимум 2-3 тысячи лет назад уже использовали в этих обрядах. В Южной Америке, как я уже сказал, галлюциногены, пиот, айваска, псилоцибин, северные племена. Они использовали, в частности, мухоморы. Если рассказать более подробно об этих обрядах, например, мальчик, который должен стать мужчиной, он вырывался из племени, его отделяли, сажали в какую-нибудь пещеру или в пустыню, где он был один. У него возникали сложные эмоциональные состояния, аффект тревоги. И дальше с помощью тех или иных психоактивных веществ его возвращали в племя, но уже, грубо говоря, в новом состоянии. Не мальчика уже, а мужчины. То есть у него происходило смысл образования. Ну, о смысл образования, конечно, надо отдельно рассказывать. Я говорю в некоторых лекциях об этом. Ну, это введение к переходу к мухоморам о том, что психоактивные вещества используются тысячелетиями в различных обрядах инициации, в обрядах перехода. И только последние какие-то столетия они стали использоваться для получения удовольствия, то есть в рекреационных целях. Поэтому, когда однозначно кто-то негативно говорит о те или иных психоактивных веществах, ну, всегда это такое, в общем, говорит о недалекости таких исследователей, специалистов. То же самое и с мухомором. Мухомор используется давно, а вот микродозинг, о котором очень сейчас популярно говорить, ему буквально несколько лет. Поэтому, естественно, нет никаких полноценных исследований, на что ссылаются некоторые критики. Нет исследований с точки зрения доказательной медицины. Ну, естественно, этого нет, это еще невозможно за такое короткое время сделать. Основные действующие вещества, которые находятся в мухоморе, это иботеновая кислота, мускарин и мусцимол. И все эти вещества по-разному действуют на центральную нервную систему, на ее нейромедиаторный обмен. Иботеновая кислота, она самая токсичная и в процессе метаболизируется до мусцимола. При правильном приготовлении ее количество незначительное. И если иботеновая кислота действует в основном на систему глутамата, глутамат – это такой возбуждающий нейромедиатор, то мусцимол действует на систему гамм, гамма-аминомасляной кислоты. И это такой основной тормозный медиатор центральной нервной системы. Мухомор имеет такое комплексное действие. Он, с одной стороны, стимулирует, тонизирует. За счет накопления мусцимола при метаболизме иботеновой кислоты он начинает преобладать седативное, успокоительное действие. И поэтому на разных людей, в разное даже время дня, он действует по-разному. С утра многие люди, ну если мы говорим о микродозинге, то многие люди получают бодрость, энергию, а вечером, наоборот, лучше засыпают, снимается тревога, напряжение и так далее. В больших дозах он вызывает такой галлюциногенный эффект с дозориентацией вместе и времени. Но это действительно нужны большие дозы мухомора, больше 15-20 грамм. И эти состояния уже опасны. Поэтому без каких-то шаманов сибирских принимать большие дозы мухомора, естественно, не стоит. Потому что бывают случаи трагические, когда на фоне передозировки, на фоне галлюцинации, дозориентации в пространстве, с людьми происходят различные неприятные истории. И большие дозы мухомора, они, собственно, их эффект как раз протекает в сочетании, в последовательной смене этих двух фаз, связанных с действием и ботеновой кислоты, и мусцимола. То есть сначала возбуждение, активность. Это возбуждение, такая храбрость, оно даже отражено в фольклоре. Вот эти берсерки ели мухоморы перед какими-то боями и считались такими самыми бесстрашными, в общем, воинами. А следующая фаза, которая наступает через несколько часов после этого возбуждения, это фаза как раз снотворная, фаза расслабления. И в этом состоянии могут, если человек засыпает, какие-то приходить интересные сны, которые потом вместе с шаманом как-то интерпретируются. Но это все речь о больших дозах. Естественно, однозначно большие дозы употреблять я никому не советую. Особенно если вы это делаете самостоятельно или с какими-то людьми, которые не понимают, о чем идет речь. И вот, возвращаясь ближе к микродозингу, как он появился, в Кремниевой долине, все мы знаем, начали экспериментировать с различными веществами. Это в первую очередь ЛСД и псилоцибин, использовать микродозинг. И этому микродозингу, там, псилоцибин и ЛСД уже, наверное, больше 40 лет. Достаточно старое изученное явление. Но оно, опять же, противоречивое, но считается, что улучшает концентрацию внимания. Такие незначительные дозы, они практически безвредны и не токсичны. Но псилоцибин кардинально отличается от мухомора, надо понимать. Хотя это и грибы, и псилоцибин, и мухомор. Эффект их разный. Псилоцибин действует в первую очередь на серотониновую систему. А мухомор, как я уже сказал, за счет мусцимола на систему гамма-аминомасляной кислоты. Поэтому психозы, измененные состояния сознания под этими грибами, абсолютно разные. Так вот, в малых дозах до 1 грамма последние годы стали использовать мухомор с целью так называемого микродозинга. Ну, опять же, повторюсь, никому советовать я не могу. Тем более в белом халате, поскольку мухомор не является лекарственным средством. У него нет инструкции, нет клинических исследований и так далее. То, что люди покупают, покупают они на свой страх и риск. Никто не знает, что находится в этих капсулах для микродозинга, которые покупаются. Если грибы покупаются, неизвестно, как они высушены и качественные они приготовлены. Поэтому сказать можно лишь о отзывах людей, которые достаточно интересны. И много из них положительных отзывов. И людей, с которыми я общался. И отзывы людей, которые я читал в интернете. И недавно я смотрел прямой эфир известного такого миколога Вишневского, который изучает мухоморы, который, в принципе, такой адепт микродозинга. С одним известным наркологом, психиатром. Его зовут Марс Саре из Казани. И вот он рассказывал, что они в реабилитационном центре в своем используют даже микродозинг. И достаточно интересные положительные эффекты. То есть мнение делится с точности до противоположности. Одни врачи кардинально против. Другие врачи используют в своей практике. Но, повторюсь, поскольку это не является лекарственным средством. Рекомендовать к приему официально мы не можем. Но эффекты у людей, с которыми я общался и читал, которых отзывы, достаточно положительные. Они связаны как раз вот с этим эффектом. В первую очередь гамма-аминомасляной кислоты. Восстанавливается у многих сон, если он нарушен. У людей, я знаю, которые принимали алкоголь с алкогольной зависимостью. Некоторые прекращали пить. То есть снижается патологическое влечение тяга к алкоголю. Но это естественно и логично из механизма действия. Потому что многие гамм-кардические препараты. Вот, например, баклофен изучался для лечения алкогольной зависимости. Если мы не берем злоупотребление. То же самое и с мухомором, с микродозингом. По отзывам также у многих людей снижаются симптомы депрессии. Некоторые даже отказываются от приема антидепрессантов. Поэтому эффект микродозинга по отзывам достаточно комплексный и интересный. Он, конечно, требует дальнейшего изучения. Ну и вот связан, повторюсь, с работой гамм-системы. Восстановлением сна, снижением тревоги. Снижением тяги патологического влечения к алкоголю. Или даже наркотиков. Улучшению настроения. И так далее. Ну какие же все-таки есть подводные камни, связанные с употреблением мухомора. Многие люди, например, с дебютом психических заболеваний, шизофрении. Или с выраженной зависимостью. У них нарушены волевые контролирующие функции. И послушав где-то о микродозинге, они начинают есть мухоморы совсем в других количествах. Которые вызывают психозы. И тем самым усугубляя свое состояние. Такие случаи, к сожалению, тоже известны. Когда даже к нам обращался пациент, который, послушав о микродозинге, решил лечить алкогольную зависимость с помощью мухоморов. Съел какое-то огромное количество. У него развился психоз. И вот в таком состоянии интоксикация, с галлюцинациями, с дезориентацией в пространстве, его привезли к нам на лечение. Поэтому люди, которые склонны к такому нарушению контроля количественного, которые не могут принимать небольшое количество, конечно, им не стоит рисковать, не стоит принимать. И людям с психическими заболеваниями, которые тоже склонны на начальных этапах как-то заниматься, пытаться самолечением, тоже, естественно, делать не советую. Потому что, если это дебют шизофрении, и грамотное раннее начало лечения современными атипичными антипсихотиками принесет гораздо больше эффекта, чем терять время на микродозинг, на что-то еще. И психическое заболевание шизофрении будет усугубляться. Подводя итог к небольшому сегодняшнему рассказу, еще раз скажу, что галлюциногены используются человечеством на протяжении тысячелетий в различных культурных традициях и обрядах. И сейчас, на самом деле, вторая волна использования психоделиков в Америке. Псилоцибин уже применяется в кабинетах психотерапии. Поэтому такой интерес к доступным возможным психоделикам во всем мире у нас это в силу законодательных ограничений мухомор. И в видео я рассказал о том, какие эффекты он оказывает в больших и малых дозах на систему нейромедиации. И, соответственно, имеет потенциальные, так скажем, лечебные свойства при различных психических заболеваниях, но в первую очередь тревожно-депрессивных и в различных зависимости. Однако рекомендовать использовать микродозинг все-таки сложно, поскольку отсутствует какая-то доказательная база с точки зрения доказательной медицины. И ответственность за прием даже микродозинга каждый берет на себя самостоятельно. Но, повторюсь, множество существует положительных отзывов, связанных с лечением депрессии, бессонницы, алкогольной зависимости, с использованием именно микродозинга, то есть дозы до 1 грамма мухомора. И поскольку тема такая противоречивая и сложная, пишите, пожалуйста, в комментариях свой опыт применения микродозинга мухомора. Возможно, вы избавились от каких-то симптомов психических или, возможно, зависимости. Если у кого-то был негативный опыт, тоже будет это интересно почитать и, возможно, обсудить на одном из следующих стримов прямых эфиров на канале Доктор Лазарев, на который я вам советую настоятельно подписаться. До встречи! Продолжение следует...